Давайте мы начнем презентацию. Ну, если говорить о молекулярных механизмах развития рака легкого, все-таки здесь надо подразумевать. Во-первых, мы действительно имеем дело с двумя разными заболеваниями, которые расположены в одном и том же органе. Это рак легкого у некурящих людей. Он не связан с канцерогенной нагрузкой. В общем-то, механизмы, почему у одних людей с хорошим поведением никаких опухолей не возникают, а у других рак легкого возникает. Причем зачастую эти раки возникают в очень молодом возрасте, они остаются не очень понятными. И то, что является болезнью цивилизации, это классический рак легкого, рак легкого, ассоциированный с курением. Ну, традиционно вообще, когда онкология как раз стала развиваться на пике курения. Дело в том, что в 60-х, 70-х годах в индустриально развитых странах курильщиками были 75-80% населения. По определению, вообще рак легкого у некурящих, он являлся большой казуистикой. Сейчас, когда отказ от курения повсеместно происходит, все-таки рак легкого у некурящих стали наблюдать значительно чаще. А где-то и появление значимых мутаций, которые практически все ассоциированы с отсутствием курения. Конечно, там, где есть терапия, больше интерес к этому и больше внимания. Теперь в пределах курильщиков в этой категории тоже, как ни странно, две разных по этиологии разновидности рака. Классические курильщики – это те, которые любят крепкий табак. У нас в стране это были знаменитые папиросы, но и за границей. Сигареты классические были с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов, смол, выражаясь на простом языке, и высокое содержание никотина. Вот эти классические крепкие сигареты, они в длительное время доминировали. Особенность этих сигарет, что они вызывают плоскоклеточный рак легкого. Где-то несколько десятков лет назад стали входить в моду так называемые низкотикотиновые сорта табака. Многим курильщикам нравится, когда табак не очень крепкий, а мягкий. Это уже пристрастие тех, кто употребляет сигареты. Плюс еще позиционировалась табачная индустрия достаточно верное утверждение, что когда сигареты содержат малое количество смол и малое количество никотина, то это меньшее зло по сравнению со стандартными сигаретами. Так или иначе, где-то в 80-х, 90-х годах употребления вошли сигареты с низким содержанием смол и низким содержанием никотина. Так вот, если классические сигареты и папиросы вызывают плоскоклеточный рак, то малоникотиновые сигареты, содержащие низкое содержание смола, они вызывают аденокарциномы. И вот тут уже большие различия по странам. Если у нас в стране пока плоскоклеточные карциномы доминируют, у нас сейчас продолжают болеть те курильщики, которые курили крепкие папиросы или сигареты, то за границей плоскоклеточных раков существенно меньше. У нас примерно 70% плоскоклеточных раков, 30% аденокарцином. Это соотношение немножко падает за границей. Наоборот, уже 70% аденокарцином, 30% плоскоклеточных раков. Раньше это все было кабинетной наукой. Если вы возьмете тактику лечения, плоскоклеточный рак аденокарцином, она была одинакова. А сейчас-то это становится принципиальным вопросом, потому что если у нас львиную долю решений связаны с применением таргетной терапии, с применением мутации, то понимать, что статистика мутации, спектр мутации в этих двух разновидностях рака принципиально разный, это важно, потому что это говорит о том, есть у вас какие-то перспективы для лечения больных или нет. Но посмотрите, если мы возьмем аденокарциномы, тут, в общем-то, привычные нам понятия. И GFR-мутация, хорошо известная. АЛК-транслокация, о ней сегодня будет речь. Есть испытания препаратов, которые специфичны мутациям геника и раз. Все-таки, все-таки, сколько ни говорить про эту часть, согласитесь, здесь появились препараты, и здесь очень много сообщений, докладов. Надо осознавать, что около 50% аденокарцином не имеют мутации, для которых хоть какие-то, даже экспериментальные, есть подходы к лечению. Еще раз подчеркиваю, даже экспериментальные, даже в клинические испытания вот этих больных на основе наличия мутаций не включить. Нечего. Не за что зацепиться. Если возьмем плоскоклеточные раки, то здесь, к сожалению, картина совсем другая, потому что здесь вообще нет мутаций, которые имеют отношение к назначению препаратов. Посмотрите, здесь фигурирует рецептор эпидермельного фактора роста, но это не мутация, это амплификация гена, увеличение количества копий. Ничего общего не имеет с назначением тех ингибиторов, которые сейчас есть. Гифитинип, арлатинип, афотинип. FGFR-2, FGFR-рецепторы, экспериментальная мишень. Это экспериментальная мишень. Единственное, за что хоть как-то можно зацепиться, это еще одна киназа, называется DDR2. Вот в ней в 2-4% больных с плоскоклеточным раком легкого наблюдаются мутации, которые ассоциированы с чувствительностью к дастенибу, препарат, который у гематологов есть. Но это очень сложный тест, надо полностью секвенировать весь ген. В общем, это то, что пока не только в рутинной клинической практике, даже в эксперименте практически не применяется. И опять же, подавляющее большинство плоскоклеточных раков легкого – это не просто отсутствие мутации, а даже отсутствие каких-либо идей, как эти опухоли лечить. Ну, на самом-то деле, это отдельный раздел науки. Спектр мутрации для аденокарцином, спектр мутации для плоскоклеточных раков. Почему такой разный патогенез? Причины разные. В одном случае, в случае аденокарциномы, у нас пусковым звеном являются смолы, канцерогены, которые попадают с табачным дымом. А здесь другой карциноген, извините, в случае плоскоклеточных смолы, а в случае аденокарциномы у нас другой карциноген. Если здесь у нас плоскоклеточные раки, полициклические ароматические углеводороды, ПАУ, то здесь у нас нитрозамины. Другой канцероген, другой механизм возникновения рака. Ну, про аденокарциномы мы год назад обсуждали с Владимиром Михайловичем Моисеенко, как бы вот назвать сессию по раку лёгкого так, чтобы она привлекла внимание. Я предложил, говорю, давайте так, рак лёгкого, ни слова о мутациях. Но выясняется, что при таком названии сессия останется пустой, потому что говорить не о чем, всё, что на сегодняшний день можно рассказать, это именно наука о мутациях. Самое известное всё-таки событие – это, конечно, мутации в рецепторе эпидермального фактора роста, которые ассоциированы с очень высокой чувствительностью к ингибиторам тирозинки НАЗ. Сейчас уже три ингибитора зарегистрированы. Это гефитинип, эрлатинип, афатинип, а на самом-то деле есть ингибиторы нового поколения. И, в общем-то, здесь прогресс, конечно, колоссальный. До, если взять исторические данные, исторические данные, то пациенты с метастатическим раком и с подобными мутациями жили примерно 14 месяцев. Ещё раз подчёркиваю, это исторические данные, когда не было тирозинки НАЗ ингибиторов. Сейчас подобные цифры уже переваливают за несколько лет, уже появляются цифры. 40 месяцев, 50 месяцев – это когда используется весь арсенал ингибиторов, которые есть. Ну, согласитесь, 50 месяцев, если мы берём медиану, это то, что действительно можно называть революцией. Даже тут, казалось бы, вдоль и поперёк изучена эта область. Ничего нового нет, а на самом-то деле, ну вот, посмотрите, это наша работа. Мы обнаруживали новые мутации в рецепторе эпидермального фактора роста, инсерции. Ну, не столько обнаружили, сколько показали, что подобные инсерции, они редко бывают, примерно 1% от всех мутаций. Тоже чувствительный гифетиниб. Важная находка, важная, потому что всё-таки пусть даже на 1% мы увеличиваем количество пациентов, которые могут ответить на терапию, уже хорошо, согласитесь. Плоскоклеточные карциномы. Ну, ещё раз говорю, что там, если очень пытаться таких больных лечить, единственное, за что действительно можно зацепиться, это мутация в гене DDR2. Проблема, что мутации редкие. Тест сам по себе сложный. Ну и, ко всему прочему, всё-таки десетиниб – таргетный препарат, не очень доступный. В гематологии он более или менее есть. А вот так и взять его, назначить пациенту с раком лёгкого, помимо всего прочего, ещё и, конечно, трудности с доступом препарата. Ну и, конечно, иммунотерапия. Дело в том, что вот всё, что мы говорили до этого, мутации GFR, мутации ALK, про которые сегодня речь, это в основном невинные раки. Раки у некурильщиков. Наконец, наконец, где-то и курильщики взяли реванш. Если мы возьмём иммунотерапию, применение специфических препаратов, которые стимулируют противоопухолевый иммунитет. Вот здесь всё наоборот. Здесь больше частота ответа у тех раков, которые возникают у курильщиков. Почему? Потому что высокая мутационная нагрузка. Если воздействует канцероген, появляется много мутаций, появляется антигенность на опухоли. И за счёт этого, за счёт этой антигенности, больше шансов вызвать иммунный ответ посредством применения специфических стимуляторов. У нас вводная часть закончилась. Но давайте всё-таки, чтобы мы сейчас делаем небольшую паузу на вопросы, если они есть. Потому что у нас всё остальное сегодня будет посвящено детекции транслокации ALK. А сейчас давайте вопросы, если они появились. Нас слушает вся страна. Ах, вот так, да. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что аденокарцинома, она имеет большие перспективы в отношении появления новых препаратов. И в отношении плоскоклещного рака такие возможности меньше. А не связано ли с тем, что пока ещё не открыты целый ряд, так сказать, мутаций, которые могут быть со временем, с развитием, скажем, вашей науки, дать возможности новых лекарств и препаратов с учётом вот этих открытий? Спасибо за вопрос. Раньше всё было просто. Когда чего-то не знали, говорили, пилите, шура, пилите, они внутри золотые. Помните, как Паниковский гири пилил с Балагадовым? Сейчас, к счастью или к сожалению, это уж, как сказать, появились впервые за всю историю методы абсолютно исчерпывающие. Действительно, я думаю, что вот опять мы с 25-летним циклом действительно видим новую революцию. Безусловно, мир видоизменился в 1984 году, когда появилась ПЦР. Если бы не было полимеразной цепной реакции, не было бы генов открытых, не было бы этих препаратов. Очень много чего бы не было. Сейчас полногеномное секвенирование. Когда мы можем взять опухоль, взять нормальную ДНК от того же человека, сделать достаточно сложные манипуляции, через несколько недель знать полные результаты сопоставления ДНК опухолевой и ДНК нормальной. Видеть полный спектр мутаций. И вот тут, на мой взгляд, в общем-то, точки над и поставлены. Надо исходить из того, что далеко не все опухоли имеют вообще какие-либо мутации, которые хоть как-то в голове фантазии ассоциированы с ответом на какую-то терапию. В первую очередь, в речь идет об активирующих мутаций. Если активируется какой-то белок, можно искать ингибитор. Далеко не в каждой опухоли эти мутации есть. Это первое, что предвиделось, но, к сожалению, стало доказанным. Второе, что тоже важно, количество подобных мутаций на одну опухоль. Ну, посмотрите, конечно, конечно, когда появились мутации в гене рецептора эпидермального фактора роста, то это колоссальное событие. Еще раз говорю, что появилась мишень, люди без лечения жили 14 месяцев с метастатическим раком, когда появилось лечение, когда гифетиниб появился, исторические испытания 27 месяцев, сейчас ингибиторы нового поколения, 40-50 месяцев. Это мы говорим о медиане. Есть люди, которые очень долго живут. Но все, кроме этого, никаких идей нет. Получается, что даже если мы берем те опухоли, которые управляемые, там в лучшем случае, в лучшем случае одно событие на ген. Это мало, чтобы продлить жизнь онкологическому пациенту на 7-8 лет, чтобы довести его средний возраст онкологических пациентов до среднего возраста продолжительности жизни. Более того, если продолжать эту тему, сейчас вот меня очень интересует, что дадут систематические одевантные испытания подобной терапии у пациентов с мутациями. Все, что делалось до этого, как-то не систематично. Если выяснится, что хотя бы в одевантном режиме эти препараты действительно будут излечивать, ну, наверное, мы как-то иначе будем относиться. Пока-то данных нет таких. Евгений Нович, можно еще один вопрос? Вот короткий. Резистентность и активирующие мутации? Значит, у нас есть понятие активирующие мутации. Когда мы говорим активирующие мутации, мы вкладываем понятие, что эти мутации, которые меняют конформацию белка таким образом, что он увеличивает свою функциональную активность в отношении каких-то свойств клетки. Ну, например, пролиферации. То есть мы говорим о том, что активирующая мутация в рецепторе эпидермального фактора роста увеличивает скорость пролиферации клетки. По счастью, эта мутация одновременно меняет конформацию белка и таким образом можно разработать ингибиторы, которые предпочтительно поражают именно этот белок с активирующей мутацией. Следующий момент. В процессе лечения возникает вторая мутация. Вот здесь как раз между ИГФР и АЛК есть интересные различия. Если в ИГФР половина мутации находится в стабильном сегменте Т790М, то в отношении АЛК там таких мутаций повторяющихся и их значимость меньше. Там больше категории мутации. Вот это резистентная мутация. К чему она приводит? Что белок, к сожалению, остается активным. То есть он свою патологическую функцию выполняет. Клетка делится без какого-либо контроля. Но взаимодействие с этим препаратом теряется. То есть это мутация активирующая. То есть мутация активирующая остается. Но резистентность препарату при этом приобретается за счет второй мутации. Но это тоже целое направление исследования. Сейчас же практически все ингибиторы нового поколения ориентированы в том числе и в том числе на связывание тех рецепторов, которые содержат вторую мутацию и соответственно имеют резистентность к первой линии терапии. Наука очень сложная и запутанная. Потому что Т790М вроде бы она резистентна к гефитинибу, по крайней мере, и эрлатинибу, но при этом она же сама по себе является онкогенной, активирующей. Очень многое зависит от того, что мы вкладываем в это понятие, когда его употребляем в каком-то контексте. Спасибо большое. Какие еще вопросы? Федор Ильич, а вот есть данные о том, что сейчас Т790М может иметь последственный характер. Несколько семей вы видели, наверное, на Т790М и мы как-то обсуждаем. Я просто предполагаю про АЛК. Пусть скоро пойдет такой разговор. Я не слышал. Значит, я могу сказать, я пытался этим прицельно интересоваться. Значит, да, действительно, Т790М в мире описано примерно 10 семей, которые имеют подобную мутацию. Ну, 10 человек, скажем так. Опять же, мы пытались это искать среди наших пациентов. У нас же довольно большая коллекция молодых, допустим, пациентов. Мы живьем ни разу не видели. И вообще, это не единственная активирующая мутация рецептора эпидермального фактора роста, которая ассоциирована с наследственным раком. Есть еще в других тоже участках тоже активирующие мутации GFR, которые в редчайших ситуациях ассоциированы с наследственным раком легкого. В отношении АЛК таких находок нету. Ну, опять же, мы там, допустим, изучаем причины возникновения рака у молодых пациентов. Ну, с чего вот молодой человек ни с того ни с сего живет, и вдруг у него раз и рак. Ну, вот у нас десяток таких пациентов с раком легкого подвергнуты полной экзомному секвенированию. Конечно, мы хотели, чтобы найти нету. Еще один вопрос. Нужен быть, он не совсем по теме. Скажите, пожалуйста, если говорить не о терапии, возможность использования ваших исследований с точки зрения скрининга и ранней диагностики. Какие на этот счет имеются в мире сообщения, и можно ли надеяться о каком-то в этом отношении рывке? Я, как ни странно, казалось бы, должен рисовать радужные перспективы, а я отношусь очень осторожно к подобным идеям. Дело в том, что на самом-то деле, когда мы говорим о скрининге, то тут есть нюансы. Первое. Мы все, ну я, по крайней мере, отношусь к этому поколению, выращены на догмах, догмах областики и антибластики. Мы исходим от того, что если мы видим одну раковую клетку или один мутированный онкоген, это абсолютное зло, это синоним раннего рака. И поэтому, когда были такие работы, когда там КРАС-мутации стали находить в патологических жидкостях больных еще в конце 80-х годов, и говорили, вот она группа риска. Мутированный онкоген. Я думаю, что вот само представление о том, что единичные опухолевые клетки, присутствующие человека, опухолевые, это всегда индикатор опасности. Я думаю, что это будет подвергаться пересмотру. Там масса доказательств вплоть до того, что, допустим, доказательные, показательные опыты у больных с меланомой, если взять пересадки органов, то у рецепиентов частенько возникает меланома. Но если эту меланому проанализировать, это донорская меланома. То есть эти опухолевые клетки, они были спящими у донора, а у рецепиента появились. Ну и то же самое касается многого другого. И тогда, получается, мы подвергаем сомнению основы основ. Все молекулярные тесты ориентированы на гиперчувствительное выявление единичных опухолевых клеток. Если мы говорим, что само по себе присутствие единичных опухолевых клеток не является абсолютным индикатором опасности, то неважно, какой метод мы применяем, чувствительный или не чувствительный. Соответственно, сама идеологическая основа для подобных поисков, а да, остается сомнение. Теперь, если брать те примеры скрининга, которые есть, когда он проводился не на основе клинических симптомов, а на основе маркеров лабораторных. В качестве примера есть простатический антиген. Ну, это отдельная область, но до сих пор продолжается, в общем, достаточно осмысленная дискуссия, чего больше вреда или пользы, и насколько это понятие сбалансированное. потому, что по определению, увеличивая количество ранних форм заболевания, увеличивается количество вмешательств. Спасает ли это жизнь или нет, к сожалению, для всех скрининговых программах пока остается более или менее, более или менее, справедливое правило, что слишком много ложно-позитивных, слишком много ложно-негативных результатов. Я не думаю, что в краткосрочной перспективе молекулярные тесты что-то принципиально добавят к программам скрининга на самом деле. Я думаю, что тут больше речь идет о мониторинге течения заболевания. И вот эти серологические маркеры это прекрасный пример. Абсолютный абсурд использовать серологические маркеры для скрининга, то, что частенько практикуются, а вот для мониторинга ответа на заболевания дифференциальной диагностики они очень помогают, согласитесь. Еще какие вопросы? Вторая часть. Продолжаем, да. Ну давайте АЛК тогда, следующая презентация, вторая. Окей. Ну, самое главное, давайте с самого начала определимся с терминами. Сегодня все время будет сфигурирует слово транслокация, перестройка, химера и так далее. Это означает одно и то же. Итак, значит, у нас в норме 23 пара хромосом, и все эти гены расположены в определенной последовательности. Если возьмите хромосому номер 3 или номер 5 и начнете подряд перечислять гены, как они расположены, это всегда будет одно и то же. У каждого человека название будет совпадать. Что такое транслокация? Это когда хромосомы обмениваются между собой участками. Это патологический процесс транслокации. Ну вот, посмотрите, вот у нас зеленая хромосома, вот у нас красная хромосома. Они обменялись участками. Они сохранили весь генетический материал, который есть, но при этом комбинация другая. Кто при этом страдает? Страдают гены, которые расположены на границе. И что частенько бывает? Когда в результате подобной перестройки транслокации ген, который причастен к опухолевому росту, разламывается пополам, и его активная часть, активная часть становится неконтролируемой. Самый классический пример транслокации, это, конечно, филадельфийская хромосома, которая была открыта полвека назад, и которая приводит к активации транслокации гена Абл, и там появился препарат, который изменил судьбу этих больных. Люди с хроническим мелолейкозом сейчас живут годами, десятилетиями, принимая препараты без признаков заболевания. Длительное время считал, что подобные хронические активирующие перестройки это только встречаются в гемотоонкологии. Лейкозы, лимфомы, там это целый мир диагностики основан на перестройках. Считалось, что для солидных опухолей перестройки не характерны. Но, опять же, когда появилось полногеномное секвенирование, я уже о нем говорил, выяснилось, что это не совсем так. Перестройки активирующие, значимые, бывают в определенных проценте случаев рака легкого. И рак простаты, очень частое заболевание, половина случаев активирующая перестройка, тоже мотивация попытаться найти какие-то специфические методы лечения. Ну, вот, посмотрите, это историческая работа, где открыли АНК-транслокацию, это то, что я уже сказал. Что такое АЛК? АЛК – это рецепторная тирозинкиназа, все эти гены ИДЖФР, АЛК, РОС, РЕД, ФГФР, ХЕР2, это все гены одного класса, у нас 58 тирозинкиназ, не так много, примерно половина из них являются онкогенами. Это рецепторы, которые расположены на поверхности клетки и отвечают на сигналы к пролиферации. Эти рецепторы могут быть взаимозаменяемыми. Ну, допустим, в клетках рака легкого активирующий сигнал может передаваться как через ИДЖФР, так и через его родственника ХЕР2. Наоборот, то же самое происходит в молочной железе. Получается, что эти гены не являются строго тканеспецифичными, хотя определенная тканеспецифичность конечно есть. В результате транслокации гена ALK это достаточно редкое событие от 4 до 8% рака легкого происходит активация данного гена. Активная часть гена ALK каталитический домен, тот, который отвечает за фосфорилирование, он перескакивает в другую часть генома и становится экспрессируется в очень увеличенном количестве. За счет этого неконтролируемый пролиферативный сигнал, за счет этого клетка становится раковой. Транслокация гена ALK характерна для рака легкого, но надо помнить, что само название ALK анапластическая лимфома и целый ряд лимфом содержат перестройки гены ALK и эти перестройки тоже чувствуют иктерапии. Но помимо этого еще редкая опухоль миофибробластома там тоже характерны перестройки гена ALK. Но в целом, в целом, в отношении перестроек гена ALK есть определенный промискуитет в том плане, что с низкой частотой 1%, они наблюдаются практически во всех типах опухолей. И при молочной железе отмечены, и при меланоме отмечены, и при толстой кишки отмечены, не 1%, даже поменьше. Но в целом, ALK транслокации вовлечены в патогенез в редких случаях, но целого ряда видов рака. Что существует? Значит, это тирозин киназа, и для тирозин киназа достаточно понятно, как разрабатывать к ним ингибиторы. Как работает тирозин киназа? Вот у нас рецептор, он, функция его какая? Он фосфорилирует белки и мишени, передает таким образом сигнал к пролиферации. А фосфор откуда берется? Фосфор берется из аденозин-3-фосфата, АТФ. Как разрабатываются все подобные ингибиторы? Берется аналог АТФ, который связывается с рецептором, причем со строго определенным рецептором. Из 58 рецепторов выбирается только один. И таким образом блокируется взаимодействие с аденозин-3-фосфатом, блокируется передача пролиферативного сигнала, потому что нет фосфорилирования белка в мишени. Но, опять же, если мы берем историю препарата, потому что не было бы знания о кеназеалке, если бы не было соответствующего препарата, то она в достаточной степени уникальная. Дело в том, что вообще-то кризисиний разрабатывался как ингибитор другой тирозинкиназа мет. Если вы зрительно вспомните две диаграммы адены, карциномы, плоскоклеточные карциномы в предыдущем сообщении, то там определенная пропорция раков легкого 3-4% развивается из-за амплификации увеличения копийности гена мет. Соответственно, зная, что ген мет активируется в опухолях легкого, в опухолях желудка, то есть в тех опухолях, которые трудно поддаются лечению. Кризотениб разрабатывался как ингибитор киназа мет. И вот когда уже препарат был разработан, знали, что у него есть нежелательный побочный эффект. Он не удалось достигнуть полной специфичности. Кризотениб как экспериментальный препарат, будучи мет ингибитором, сохранил активность в отношении двух киназ АЛК и РОС-1. Следует еще раз оговориться, что АЛК и РОС-1 это очень похожие киназы. Фактически, если мы говорим АЛК-ингибиторы, то я потом это продемонстрирую. Эти же препараты абсолютно такую же активность демонстрируют в отношении мутации от транслокации гена РОС. И еще одна интересная потребность. Все-таки очень многие у нас открытия являются случайными. Как раз тут Пирма Пфайзер, организатор сегодняшнего события, как самый знаменитый препарат был открыт Виагра. Пациенты, которые получали препарат для лечения сердечных заболеваний, не хотели его возвращать. И тогда исследователи подумали, что тут что-то не то. И так появилось показание для Виагры, которое сделало этот препарат известным, и которым является сегодня основным для применения. То же самое тут. Посмотрите, все-таки в основе лежит очень высокая квалификация исследователей. Я нигде не могу найти, где это написано, слышал только на докладе. Первые испытания метингибитора, метингибитора кризотениба, были включены, если я правильно помню, около 20 больных раком легкого. Самый выраженный ответ наблюдался у того пациента, у которого не было никаких признаков активации геномет. Ни амплификации, ни экспрессии, ничего. И, к счастью, руководитель этой программы он знал две вещи. Он знал, что совсем недавно, это 2007 год, в журнале Nature появилась статья об наружении активирующих транслокаций гена алк при раке легкого. Эта статья имела большой резонанс, потому что, еще раз говорю, думали, что транслокации не характерны для обычных раков. Думали, что транслокации только при гемобластозах бывают. И второе, он знал, что когда разрабатывали кризотениб, метингибитор, не удалось избавиться от побочного эффекта активности по отношению к тирозинкиназе алк. И он связал два эти события вместе, а может быть тот пациент, у которого наблюдался такой выраженный ответ. На лечение метингибитором это следствие не активации гена мет, а следствие активации другого гена, гена алк в результате транслокации. Эта догадка к счастью оказалась верным. И тут посмотрите, редкая ситуация. АЛК транслокации известна, мишень известна, но препарат-то уже есть, его разрабатывали совсем для другого. Проблема заключалась в диагностике. Дело в том, что про алк транслокации врачи знали, но алк транслокации были известны для лимфом, а на лимфомах очень сложно делать клинические испытания, это то заболевание, которое в принципе лечится. Привычные иммуногистохимические тесты, которые использовались для лимфом, тоже оказались непригодными, слишком низкая частотитность, и поэтому, используя совсем другой метод, а методах чуть позже, флюоресцентная гибридизация ин-ситу, необычайно быстро, имея препараты, имея очевидные показания, было организовано клиническое испытание, посмотрите, 2007 год открыта транслокация, препарат, к счастью, уже есть, а 2010 год уже публикация, не доклад, а именно публикация первых результатов исследования, которая показала абсолютную эффективность данного препарата, ну и стала основой для его регистрации. Если уйти от дебрей фундаментальной науки, ключевой вопрос, речь идет о сложном тесте, я потом это проиллюстрирую, всем АЛК-тестирование не сделаешь. Речь идет о дорогостоящих препаратах. Таковы реалии, что на сегодняшний день таргетные препараты для АЛК-кинас доступны не всем. У кого больше шансов найти эту транслокацию, за кого надо биться? Ну, во-первых, в основном это только аденокарциномы, хотя помните, что там дифференциальный диагноз между аденокарциномой и плоскоклеточным раком, он недостаточно надежен. Поэтому говорить, надо ли ограничивать тестирование только аденокарциномы, спорный вопрос. По крайней мере, я бы включал тестирование всех людей, не курящих. АЛК-транслокации, так же, как и мутации GFR, характерны для раков невинных, для раков, которые не ассоциированы с курением. Важная информация, важная, потому что не курильщики, согласитесь, редкая категория больных раком легкого, даже сейчас. Самое важное, вот это я бы хотел, чтобы осталось в памяти, необычно молодые раки, что я понимаю в основном необычно молодые, до 40 лет. Если в обычной популяции у нас вероятность найти транслокацию 4%, 7%, если мы возьмем необычно молодые опухоли, до 40 лет, вероятность это только для АЛК процентов 50. А если вы добавите еще другие транслокации, рез, РОД, РЕД, РОС-1, извините, я оговариваюсь, эта вероятность вырастет выше 50%. Поэтому там, где действительно надо биться, когда приходит необычно молодой пациент, до 40 лет, у которого ни с того, ни с сего, на фоне отсутствия курения возникла аденокарцинома, вот они являются самыми первостепенными кандидатами для того, чтобы попытаться найти у них значимое событие. И здесь обратная закономерность с рецептором ИГФР, ИГРФ, ИГФР, мутации для ИРС, это РСЭБ и ГИФИТИНИБ, ассоциированы с более пожилым возрастом, а вот мутация АЛК с молодым возрастом. На практике, на практике, так как АЛК-тест мало доступный, то, как правило, диагностику делают последовательно. Первым делают тест на ИГФР, который простой. Если мутации не нашли, только тогда делается тест на АЛК. При таком подходе у нас из тестирования исключается примерно 20% пациентов. Логика в этом у нас есть, потому что, еще раз говорю, что здесь надо придумывать всякие ходы, чтобы упростить эту диагностику. Диагностика транслокации АЛК сопряжена с большими техническими трудностями. Посмотрите, вот у нас КИНАЗа, это АЛК. Вот у нас Генпартнер. Проблема заключается, что вот эта точка разрыва, она варьирует. И получается, что разработать тест, который будет универсально выявлять все транслокации, не просто выявлять, а делать это с достаточной эффективностью, в общем-то, в общем-то непросто. Ну и сейчас самая скучная и тяжелая часть сообщения. Нам надо будет немножко разрабатывать, обсудить технологии, методы, как подобные транслокации можно появлять. Ну, в качестве эпитета я бы использовал начало известного клипа. Очень трудно говорить человеком, который ничего в этом не понимает. Поэтому, если мы говорим о детекции и транслокации, я понимаю, что это дебри молекулярной биологии, и зачастую очень сложно ожидать, что будет обратная связь. но, так или иначе, у нас есть три кита. Главный кит это флюоресцентная гибридизация ин-ситу, фиш. По-английски также пишется слово рыба. В чем идея? У нас ДНК двуцепочная, извините. Если мы взяли, распилили ДНК и просто оставили ее в растворе, то двуцепочные молекулы восстановятся по принципу комплементарности. Это самопроизвольный процесс. Он происходит без затрат энергии, без ферментов. Что делается? Берется метка, метка мечется флюоресцентным красителем и берется исходная ДНК и проводится реакция гибридизации. Если есть комплементарные последовательности, произойдет реакция и морфолог в микроскопе увидит сигнал. Посмотрите, здесь у нас не так просто это сделать, потому что речь идет о разрыве гена. Вот посмотрите, это ген АЛК. если он слитный, то эти пробы расположены рядом. Мы берем две пробы, которые окрашены разным цветом. Одна проба на начало гена, другая проба на окончание гена. Если ген слитный, ничего не произошло, посмотрите, зеленые и красные точки, они расположены рядом, потому что это один и тот же ген. А вот если произошла транслокация, тогда киназный домен, он перескакивает на другую хромосому. И что получается? Получается, что эти точки, они разъединены в пространстве. Очень сложный тест. Почему? Потому что фиш. Во-первых, очень и очень дорогой метод. Сами наборы, одно определение стоят, там какие-то деньги совершенно огромные, сотни условных единиц стоят набор, просто набор реагентика на одно определение. Это ограничение. Далее морфолог должен субъективно считать количество подобных точек. Это надо увидеть несколько десятков клеток, и это надо субъективно определить, разошлись эти точки в пространстве или нет. Более того, фиш в общем-то, он не прямой метод. Вы говорите, что у нас есть все признаки транслокации, но какая транслокация, их 20 вариантов, вы при помощи фиш сказать не можете. Вы можете сказать, что-то произошло с геном ИЛК. Но так или иначе, у фиш есть определенные преимущества, именно поэтому в развитых странах фиш является стандартным методом. В первую очередь, он выявляет все транслокации, независимо от того, где произошла точка разрыва, он выявляет подобное событие. Раз. Второе. фиш все-таки может быть интегрирован в работу любой обычной морфологической лаборатории. Вот морфолог работает, он делает все виды морфологического анализа и ничего особенного, тут только микроскоп специальный нужен. Он сделал фиш реакцию и сказал, вот она транслокация. И что существенно, все регистрационные исследования, регистрационные исследования тех препаратов и ЛК-ангибиторов, которые есть, они были сделаны с применением именно метода фиш, и поэтому, именно поэтому фиш является золотым стандартом для диагностики, будучи очень дорогим, не очень доступным методом. Второй момент. Всегда результат транслокации ЛК, функциональный результат, это увеличение количества продукта. А как увеличение количества продукта можно выявить? Простая иммуногистохимия, простейший метод. Взяли антитела, посмотрели, окрашиваются клетки или нет. Если все так было просто, было бы вообще здорово, потому что иммуногистохимия, ну, она является простым устоявшимся методом, и она используется в рутине для того, чтобы правильно сделать дифференциальный диагноз между аденокарциномой и плоскоклеточной карциномой, надо сделать окраску на соответствующие анкетигены. Получается, на ту же платформу добавили один дополнительный тест, АЛК-тест, вот и у нас есть результат, активирована АЛК или нет. В начале, в начале, лет 5-6 назад, результаты иммуногистохимии были неутешительными. Антитела КЛК были, но разработаны они были для лимфом. В лимфоме намного выше уровень экспрессии АЛК. Получалось, что те антитела, которые есть, на раке легкого попросту не работают, они не отличают позитивный образец от негативного, потому что сигнал слишком маленький. Тогда технологические фирмы пошли на совершенствование подобных тестов. Они стали брать те же антительные наборы, но делать за счет всяких ухищений их более чувствительными. И сейчас АЛК транслокации диагностируется при помощи иммуногистохимии, при этом иммуногистохимия используется в качестве метода прескрининга. Плюсы какие? Еще раз говорю, если мы говорим просто про рутинную диагностику, добавили еще одно антитело, все, какой-то предварительный ответ получили. Минус в иммуногистохимии заметный процент ложно-положительных, ложно-отрицательных результатов. То есть бывают случаи с транслокациями, когда иммуногистохимия по ошибке дает ложный результат, бывают случаи, когда транслокации нет, а реакция выглядит позитивной. В любом случае иммуногистохимия как прескрининг использовать допустимо, по крайней мере сейчас, в качестве самостоятельного теста ни в коем случае нет, все равно подтверждать присутствие транслокации необходимо. Третий метод это полимеразная цепная реакция. У полимеразной цепной реакции колоссальное преимущество, что это та же платформа, по сути дела, что диагностика мутации GFR. Если уж опухоль пошла на молекулярный анализ, то все можно делать при помощи ПЦР. В чем идея подобного теста? Посмотрите, у нас разные находятся точки расположения транслокации. Мы берем для каждой транслокации делаем отдельный тест. Берем один праймер на один участок гена, другой праймер на другой участок. Это у нас гены партнера. Здесь у нас EML4, здесь у нас ИЛК. И на каждую из этих транслокаций мы делаем отдельный тест на амплификацию. В этом идея метода. Какой колоссальный плюс у ПЦР? Самый колоссальный плюс это чувствительность. Если вы взяли плевральный выпад, где 1% опухолевых клеток, ни ФИШ, ни иммуногистохимия ничего с этим материалом не могут сделать. А ПЦР-транслокацию, если она там есть, она ее выявит. Второе. Полимеразная цепная реакция не зависит так от наборов. Если, допустим, для ФИШ, для иммуногистохимии надо покупать коммерческие наборы, которые защищены патентом и которые имеют стоимость абсолютно несопоставимую с процессом как таковым, полимеразная цепная реакция, все эти тесты можно разработать в лаборатории и их использовать. Тем не менее, еще одно преимущество полимеразной цепной реакции, она позволяет выявить тип транслокации. Для назначения лечения это не важно, какой тип транслокации, а вот для того, чтобы подтвердить, правильно ли мы все видим, это всегда полезно, видеть конкретную нуклеотидную последовательность. Так или иначе, полимеразная цепная реакция на сегодняшний день все-таки используется не во всех клиниках, потому что, опять же, регистрационные исследования проводились при помощи метода ФИШ, и регистрационные исследования, они легли в основу стандартов повседневной диагностики. Ну, здесь наши собственные данные, посмотрите, разведение 1 на 100 опухолевая ДНК, неопухолевая, отчетливая, мы видим АЛК, позитивный сигнал, это, конечно, колоссальное преимущество, когда можно работать с клетками в большом разведении. Ну, еще раз говорю, что ПЦР-диагностика, в общем, она, как и все методы, обладает плюсами и минусами, на сегодняшний день все-таки официального статуса у ПЦР-диагностики в некоторых странах нет, а в некоторых странах допускается ПЦР-диагностику использовать. У ПЦР, классического ПЦР-теста есть один существенный недостаток. Помните, я показывал разные транслокации, и за счет этого надо ставить много реакций на индивидуальные транслокации. Проблема заключается в том, что редкие варианты транслокации или новые варианты транслокации при помощи ПЦР можно пропустить. мы ухитрили создать универсальный метод для детекции транслокаций. Идея какая? Посмотрите, в чем проявляется транслокация? Транслокация проявляется в том, что у нас активная часть гена, киназный домен, экспрессируется в больших количествах. Что мы делаем при универсальном ПЦР-тесте? Мы амплифицируем киназный участок гена и начальный участок гена и сравниваем их между собой. В норме-то, если ген единый, у нас понятно, что это один ген, соотношение будет одинаковым, это же единый РНК-транскрипт, а когда происходит транслокация, то получается за счет активации у нас киназный участок гена представлен в большем количестве, нежели начальный участок гена. Вот это как раз прекрасный пример, когда с одной стороны ПЦР-тест, малым количеством материала, он автоматизируется, он объективный, но он сочетает в себе преимущество ФИШ. В отличие от классических ПЦР-тестов, он выявляет любые транслокации. Ну и посмотрите, это опять же наша собственная работа. Мы не только продемонстрировали, что этот тест абсолютно эквивалентен флюоресцентной гибридизации ФИШу, золотому стандарту, но при этом мы еще и сумели выявить новые варианты транслокации АЛК. Это очень важно, потому что когда слово новое, сами понимаете, оно завораживает и для диагностики важно, потому что если говорить о разработке новых ПЦР-тестов, то они должны учитывать эти варианты транслокации. Еще один существенный момент. Традиционно в общем-то диагностика молекулярная рака легкого основана на получении биопсийного материала. Это инвазивная процедура, она требует хороших навыков хирурга, она требует оборудования, она зачастую сопряжена с риском и с мучениями больного. Можно ли такую же диагностику делать по цитологическому материалу? Вы провели очень интересное исследование, мы ухитрились в пределах института собрать те ситуации, когда от больного есть и цитология, и гистология, от одного и того же больного. Это не имитированный эксперимент, это реальная клиническая рутина, просто подобрали тех больных. Причем возраст этих стекол и блоков начиная с 92 года, то есть многим на момент исследования было два десятка лет. Посмотрите, как ни странно, как ни странно, стекла, обычные стекла, которые хранятся в архиве, оказались абсолютно пригодными для всех разновидностей молекулярного анализа. Это анализ мутации в гении GFR, который основан на ДНК-анализе. Молекулярные биологи знают, что это относительно простой тест, но АЛК-диагностика предусматривает работу с РНК. РНК очень нестабильная молекула, с ней очень тяжело работать. Удивительно, РНК, будучи нестабильной молекулой, прекрасно сохраняется на цитологических стеклах, и, в общем, это, конечно, важная работа, которая показывающая, что, посмотрите, даже если у вас есть только цитологический материал, даже если он старый, он абсолютно пригоден для молекулярного анализа. Ну, все-таки, еще раз говорю, что самое главное, дебри технологии, наверное, не надо помнить, надо просто понимать, что это дело достаточно непростое, остается непростым, а вот то, что бороться надо в первую очередь за молодых пациентов, особенно, если они не курящие, вот это абсолютно практическое руководство действия, потому что там шанс найти транслокацию АЛК выше. На практике сегодня всем больным с аденокарциномой сначала делается и GFR-тест, если мутации не нашли, то потом делается тест на АЛК-транслокацию. Ну, хотелось бы про клинику будут говорить уже следующие лекторы, а мне бы хотелось бы немножко обрисовать перспективы. Ну, что удивительно, например, раньше, когда исходили из того, что на фоне лечения у пациента есть остаточная какая-то опухоль, ну, исходили из того, что это какой-то механистический процесс, ну, часть опухоли не чувствит так терапию. Посмотрите, вот эти данные шокируют, оказывается, если мы берем опухоли, которые проходят лечение ингибиторами тирозинки нас, то гибнущие опухолевые клетки способны секретировать вещества, активно секретировать, которые будут провоцировать рост клеток резистентных. И у нас у нас, и так, почему не происходит полных ответов у подобных больных, потому что у нас опухоль, это смесь тех клеток, которые отвечают на терапию, не отвечают, что самое ужасное, что вот эта резистентность терапии, это активный процесс, гибнущие клетки, они провоцируют рост резистентных клеток. Удивительные по своей неожиданности данные, но опять же, ученые продолжают искать способы, а какие перспективы в плане лечения. Ну, в частности, интересная работа этого года. Посмотрите, в данном случае речь идет о том, что клетки с активированной киназой АЛК. Не хотелось бы, опять же, если мы говорим о перспективах, надо помнить, что помимо очевидных случаев АЛК-ассоциированных опухолей, где есть регистрация рак легкого, транслокации АЛК, такие же транслокации, активирующие, встречаются при некоторых других разновидностях заболеваниях. Посмотрите, здесь клиническое испытание с АЛК-позитивной лимфомой. Лимфомы очень трудно испытывать, потому что там же есть другие методы лечения. В данном случае берут химиорезистентное заболевание, но на определенном этапе многие пациенты уходят на высокодозную терапию и пересадку костного мозга. Так или иначе, то, что я помню на память, из 11 больных у 10 какой-то ответ на лечение был, у 4 пациентов полный ответ, а вот про длительность ответа говорить сложно, потому что многие пациенты их переключали на пересадку костного мозга. В данном случае речь идет об амплификации гена МЕД. Помните, изначально я говорил о том, что кризотени разрабатывался как МЕД-ингибитор, а не как АЛК-ингибитор? Вот посмотрите, здесь больной с абсолютно неуправляемым раком речь идет об опухоли, которая расположена на границе пищевода и желудка. В ней обнаружена амплификация онкогена МЕД. Посмотрите, здесь есть эффект от назначения кризотениба и на уровне новостей в Минецкейпе, ну в каких-то таких медицинских популярных изданиях. Я знаю, что у кризотениба для МЕД-амплифицированных опухолей получены вполне обнадеживающие результаты. Надо помнить, что амплификация гена МЕД бывает изначально в опухолях легкого, а бывает как механизм резистентности на лечение ингибиторами и GFR. МИОфибробластома очень редкие опухоли, которые в частности бывают у детей иногда. Для них характерны перестройки тирозинкиназа и АЛК, и они тоже могут отвечать на лечение кризотенибом. Ну и заключительный слайд. АЛК и РОС кеназа имеют разные названия, но молекулы почти одинаковые. Не подлежит никакому сомнению, что существующие АЛК-ингибиторы оказывают абсолютно такое же воздействие на опухоли с транслокацией гена РОС. Давайте поговорим про цифры. Какая вероятность найти ту или иную мутацию? Взяли аденокарциномы. 20% будут иметь мутацию в гене GFR. Если мы хотим знать ожидаемую частоту мутации АЛК, надо разделить эту цифру на 3 или 4. Получается 5-7% это ожидаемая частота транслокации АЛК. Еще одно такое деление сделать и получится 1,5%. Вот эти 1,5% это ожидаемая частота для транслокации в генах РОС и РЕД. РЕД, правда, это другой совсем препарат. Он никак не связан с применением кризис КРИЗОСИНИБА, но так или иначе тоже транслокация, которая позволяет болезнью управлять. Спасибо за внимание. Вопроса 2. Первый. Я как бы встретил, причем это опять-таки не в публикации, а в докладе, что есть механизмы, этого я не знаю, и как бы с молекулярной точки зрения здесь ничего не могу сказать. Дилеции в 19-м интроне при АЛК. То есть там транслокации нет, а делеция есть. Вот вопрос по поводу чувствительности метода. И второе. Вот мы говорили, говорим об опухолях, которые ассоциированы с GFR, ассоциированы с АЛК, как об опухолях, которые ассоциированы с одной мутацией. Я просто только сейчас посмотрел, для того, чтобы числами оперирую. 640 случаев проанализировано, у 30 из них, это аденокарциномы легка, у 30 выявлена транслокация АЛК. А у 2 из 640 пациентов выявлена одновременно транслокация АЛК и GFR. И там противоречивые данные по поводу эффективности и ингибиторов АЛК, и GFR. В одном месте написано, что сначала надо и GFR, потом через какое-то время АЛК, в другом месте написано, что ни то, ни другое не работает. Но вопрос, как это могло произойти с молекулярно-генетической точки зрения и с точки зрения появления этой опухоли, с учетом того, что и та, и другая мутация активирующая? Спасибо. Я начну со второго вопроса. который, по крайней мере, легче на него ответить. Значит, речь идет, это, в общем, извечная проблема. Если для значимых событий характерный реципрокный характер, то всегда находятся исключения. Более того, в сочетании GFR и АЛК, на самом-то деле, там были работы с противоположными результатами. Были работы, которые показывали реципрокный характер, были работы, даже были такие работы, которые показывали, что если вы видите мутацию GFR, то у вас вероятность найти сопутствующую мутацию АЛК не уменьшается, увеличивается. Значит, в отношении реципрокного характера как общего правила, в целом, если взять всю массу опубликованных работ систематически, да, как правило, эти события действительно имеют все-таки реципрокные отношения. Раз. Второе. Когда мы говорим о случаях сочетания, там есть три возможности. Первая возможность это ошибка метода, никогда нельзя исключить. Вторая возможность это поликлональная опухоль, смесь опухолей. Бывает такое редко, но бывает, когда опухоли разбиваются сопутствуют. Третья. Да, в общем-то, ничего не препятствует тому, если у нас есть ИГФР, мутированная опухоль, то на каком-то этапе может ли присоединиться активация ЛК? Может. Более того, в общем-то, про это достаточно часто говорят специалисты, что между различными рецепторными каскадами есть определенное взаимодействие, когда активируется сопутствующий рецепторный каскад, то уровень злокачественности для опухоли он увеличивается. Ну, таким образом, в общем, здесь на самом-то деле то, что возможность такая есть, сомнений нет. То, что это редкие ситуации, безусловно. Как их лечить? А есть отдельные случаи, когда лечат и так, и так. То есть, есть и кризотениб, и гифетениб, и последовательно. Ну, в общем, это все-таки наука козуистики. Если брать вопрос о делециях 19-го интрона, там еще есть и сплайсы за формы, на самом-то деле. Ну, на самом-то деле, если диагностика делается правильно, если все делать правильно, то, честно говоря, на результаты это не влияет. Опять же, я убежден, что у нас в стандартной ситуации надо использовать прямые тесты на выявление признаков транслокации, если все сделано нормально, то все, что происходит вне кодирующих областях, на результат не влияет. Чего нельзя отрицать никак, чего нельзя отрицать никак, что в исключительно редких случаях бывают опухоли с выраженной экспрессией АЛК по другим механизмам, не связанным с транслокацией, и эти опухоли тоже отвечают на АЛК-специфические ингибиторы. Егин, еще один вопрос, вот я даже зачитаю, в рамках проекта совершенствования системы молекулярно-генетической онкологических заболеваний в Российской Федерации за 2013-2014 года было протестировано 2334 пациента. На предмет перестройки гена АЛК при немелкоклеточном раке легкого без мутации. АЛК выявлена мутация в 7% случаев, в 78% она отсутствовала, в 15% наличие мутации не определено из-за низкого качества препаратов. Ваши комментарии? Ну, опять же, вот тут как раз очень такая почва, в общем, ну, важно для обсуждения. То, что там бывают препараты, которые недоступны для исследования, ну, это такова жизнь. И опять же, к счастью, к счастью, здесь нет полного перекрывания между методами. Если не работает иммуногистохимия, совершенно спокойно может сработать фиш. И наоборот, если не сработала фиш, совершенно спокойно может сработать иммуногистохимия. То же самое касается полимеральной цепной реакции. В целом, как ни странно, мы привыкли жаловаться и немножко говорить, что у нас все делается не так, ну, по крайней мере, я из моих уст это часто слышно, что у меня вызывает очень приятное удивление. Если взять фактическую статистику по нашей стране, по материалу, который посылается на тестирование, крайне редко бывает, что препарат такого плохого качества, что молекулярную диагностику не сделать. Но посмотрите, вот здесь цифры, на 2000 у нас 15 случаев, когда не получился результат, то есть меньше одного процента. 15 процентов? 15 процентов. А, 15 процентов? Поэтому говорю, что 15 процентов. О, 15 процентов? Стоп, извините. Мне кажется, что, ну да, у ФИШ такие ограничения есть, фиш очень, фиш капризинг качества препарата. В этом плане это известно. Если брать наши данные по ПЦР, то у нас, я могу сказать, по ИГФР статистика отказ дать результат 1,3 процента. Что касается РНК, диагностики у меня четкой статистики нет, но вот если 15 процентов по ФИШ, по другим методам она будет поменьше, ФИШ более капризный к материалу. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...